вот друзья чего не хватает современных новостройка малонаселенность малоэтажность все в шаговой доступности здесь чувствуешь себя намного уютнее и комфортнее ух сказал круто как здесь 153 420 подъехал остановился в каждой новостройки ну ничего себе смотрите даже здесь разрешение на основании чего смотрится реально классно карточки нет у вас нет у собой ну так до свидания тогда счастье она в малоэтажки хорошая граждающая конструкция раз два три 4 5 6 7 квартир автобус за 37 минут но в принципе наверное все счастье друзья добрый день я андрей артемов мы с вами в городском поселении федоровская тоснинского района в 43 километрах от центра санкт-петербурга но ответьте указатель до санкт-петербурга 18 километров до пушкина 10 до тосна 21 москва 6 650 восьми километрах от этого жилого комплекса проходила и линия обороны блокадного ленинграда в полутора километрах начинается цивилизация где можно приобрести продукты выпить кофе и все такое отсюда до павловска всего шесть километров и из павловска в центр санкт-петербурга можно доехать на электричке до витебского вокзала электричка вас дам чит за 40 минут и 58 рублей а вот прямо сейчас смотрю в яндекс карта у нас сегодня четверг 10 октября времени 11 часов 34 минуты и обращаю внимание что до павловска до вокзала вас довезет автобус за 37 минут ну то есть 40 минут 40 минут сами понимаете сколько добираться до города и это вы только приехали до вокзала еще не добрались до места назначения но не каждый конечно работает в центре города кто-то возможно работать здесь потому что вокруг большое количество промки и когда едешь сюда здесь очень красивая дорога поля борщевика есть даже капуста огромнейшее поле но и многое другое друзья а что мы знаем с вами про счастье что это такое как выглядит как его вообще потрогать если обратиться к определению счастья то это звучит так счастье это чувство и состояние полного высшего удовлетворения есть такой застройщик лен стройград который возвел и вел в эксплуатацию жилой комплекс счастье и жилой комплекс счастье 2.0 первая очередь это таунхаусы вторая очередь это многоквартирные малоэтажные дома мне стало интересно и я начал смотреть как застройщик возводит свои дома обычное фото на первый взгляд но если присмотреться видим остатки опалубки на стене а вот тут ощущение что утеплитель прямо на палубку приклеили есть у вас такое тут видна сборная вентиляция такую кстати вентиляцию применять и в элитных новостройках все прям по технологиям советского союза а детский сад уже открыто работает на территории первой очереди то есть жилом комплекса счастья где таунхаусы а вот друзья за детской площадкой мы с вами видим детский садик он прям находится по середине этого жилого комплекса а федоровская школа в двух километрах от комплекса двухэтажная школа достаточно большая и видно что модернизировали фасад на момент съемки видео однокомнатная квартира стоит от 4 миллионов 700 тысяч рублей и квартиры здесь застройщик передает в черновой отделке у застройщика можно заказать белую отделку она обойдется от 800 тысяч рублей а чистовая отделка от 2 миллионов рублей знаете когда квартира стоит 47 миллиона плюс 2 рим 2 миллиона на отделку и не считая мебели техники то это у нас уже 6 700 за 6 700 я для вас подберу более близкий и интересный вариант квартиры от студии до трехкомнатных квартир если обратить внимание на квартирографию то она выглядит пожалуй намного лучше чем большинство новостроек в санкт-петербурге но вот с парковкой не все так радостно согласно проекта застройщика есть места и вне территории комплекса отдельно хочу отметить планировочные решения от застройщика тут тебе и гардеробная в однокомнатные квартиры тебе и большая кухня гостиная по современным меркам так как пока на улице сильный дождь давайте как раз начнем с входной группы и посмотрим внимательно и этот жилой комплекс а потом пойдем погуляем под зонтиком по улице на вы меня как обычно поддержите своим комментарием и лайком погнали а вот так друзья выглядит дворовое пространство с озеленением здесь все скудно но потом все посмотрим вот смотрите значит фасад технология мокрого фасада здесь плиточка ну вроде знаете так все ничего места конечно есть вот такие надо было планки специальные ставить здесь надо было поровнее делать ну ладно и так пойдет парадная номер один ну круто визит один наверное самых базовых но зато смонтирована нормально заходим здесь у нас такого коридорного типа вход почтовые ящики 27 всего лишь квартир скуд эти все подписано но сделано вот а девочка такая знаете красивенько неплохо есть вот такие конечно места но такая ерунда выход сразу на лестничный марш здравствуйте еще раз лестничный марш вот так выглядит красивенько мы сюда чуть позже еще с вами зайдем и соответственно вот первое да вот дверь а есть от застройщика возможно это по пожарным нормам нужно кто кстати в курсе напишите пожалуйста об этом ну видим что ее просто открыли потому что ну неудобно постоянно чтобы хлопала дверь этой жильцам некомфортно ну и соответственно ходить здесь у нас от специальное стекло пометка что это стекло чтобы никто не врезался но и обращаю внимание что пошли квартиры первый этаж раз два три четыре пять шесть квартир на площадке не в каждой новостройке есть шесть квартир на площадке а так как учитывая что это всего лишь четырехэтажные дома здесь застройщик вообще мог лифт на немонтировать но он здесь есть на первое что мне здесь друзья нравится это вот само вот это покрытие да здесь а просто ровная стенка и красиво все окрашено везде все пленочки сняты можно везде пройти проехать сейчас поедем здесь за этим большим шкафом находится система отопления разводка здесь современная горизонтальная везде большая нумерация но сейчас поднимемся на последний этаж и внимательно с вами его посмотрим даже есть видеокамера так а здесь у нас куда выход а здесь у нас выход на другую сторону и вот здесь смотрите такой большой такой холмок а чё там выйдем посмотрим так а это выход во двор тут ничего себе даже деревья сейчас посмотрим посмотрим и терраски ограничители приехал лифт мы кстати в одном из самых последних сданных домов обратите внимание что лифт вот так в глубину ярко все подсветочка так четвертый этаж панелька так когда немножечко ходит но ничего бывает забыл с hlz точка ру лифты серебричника здесь вот это антивандальное покрытие как будто мы строительным вагончиком но зато за то что он размещен вот так сюда очень удобно и комфортно затаскать крупногабаритные предметы номер лифта какой подъезд вот эти здесь подъезд а там парадные надо определиться четвертый этаж раз два три четыре пять шесть семь квартир здесь там было шесть на первом здесь всем всем квартир по нынешним меркам не так-то и много здесь делаем достаточно аккуратно обращая внимание что вот система управления лифтом но здесь когда красили знаете на будет а это шпаклевали они чуть поровне сделать а так все смотреть красота придраться то особо не к чему на лестничный марш хорошая граждающая конструкция держится очень жестко смотрите какая мощная лестничный марш такой же как вот обычно с обычного бетонного завода большие окна приятно здесь находиться с высоты как раз вот видно видите перепад 3 этажа 4 этажа балкончики все остекли но нигде ничего пока не сыпется вот такое бывает а интересно есть вот такие ограничители двери то есть мягенький для того чтобы ручка не билась об стенку от застройщика сделано это друзья вот так ну понятно стенка покоться на видны все таскали потому что черновая отделка предполагает то что вы будете делать все сами штукатурить стены равнять и все такое выходим до дождик моросит ну что пойдемте на 1 сразу к счастью подойдем посмотрим как это все выглядит у них красиво из того что вот здесь знаете чего не хватает это хорошего качественного зеленения если бы вот не натыкали вот эти деревья такие совсем маленькие 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 которые только через 10 15 лет станут чуть больше то соответственно было бы здесь намного все приятнее а так понимаю что какой-то кусок был поля который вот среди леса построили вот этот проект напротив частный сектор частного сектора здесь достаточно много также когда едешь здесь есть обычные классические советские садоводство именно садоводство где стоят маленькие домики и люди там выращивали помидорчики огурчики и картошку но такие большие здесь буквы счастья 20 видно что подключено электричество да да а нет это не туда не знаю кстати напишите в комментарии то они скорее всего не светится просто обычно а может быть и светится не светится светится электрический кабель вижу все но вот знаете вроде вот эти домики смотрятся неплохо да вот который последний они сдали а потому что они не обычные вот такие прямоугольные как эти а сверху вот сделано как будто знаете у них такая старая крыша как в центре санкт-петербурга но действительно пустовато парковку я вижу огромную не вижу большого количества машин потому что все таки это малоэтажка по извиняюсь до пяти этажей здесь до пяти с трех до пяти так как здесь нет вообще коммерции то соответственно здесь даже не кафе вообще ничего не знаете хотя бы поставили бы какой-то бы лари очек чтобы можно было бы соответственно там скушать вкусную булочку выпить кофе йог а на первых этажах вот есть у некоторых терраски вот она терраска перед входом внутри во дворе такое же есть обращая внимание что окна достаточно большие от комплекса впечатление приятное место здесь тихая основной конечно вопрос если вам нужно ездить постоянно в сан петербург то тяжеловато часы пик добираться если вы поедете на своем автотранспорте конечно здесь проще доехать до электрички и уже без пробок в толпе ехать соответственно в центр города или там выходить там где соответственно вам нужно уютники небольшие дворики знаете чем-то напомнила мне беларусь но здесь намного все проще деревца елочка спорта можно позаниматься прикольно слушайте эти буквы такие поставили для детей чтобы полазать детская площадка резиновое покрытие и обратите внимание как выглядит фасадное решение фасады от застройщика но смотрится достаточно интересно напомню что квартиру с отделкой можно у застройщика приобрести от 5 миллионов 700 тысяч рублей видим спортивную площадочку улица счастливая вот она счастье друзья счастье она в малоэтажки впереди кстати видим вот где дорога перекопана это вот счастье первое где соответственно одни таунхаус и двухэтажные двухуровневые назовем это по-модному квартиры вот вот это смотрится красиво согласны вот эта архитектура смотрится красиво если обратить внимание на фасад от видно что все четенько нигде ничего не отвалилась как это частенько или периодически бывает во наших с вами на востройках во дворе я вот здесь вот увидите здесь двор и для самых маленьких и для чуть побольше ребят чтобы они могли полазать вот такой знаете наполнение не сказал бы чтобы сильно продумано или что такое но в принципе уютно пообразные вот здесь дом разноуровневая этажность от трех до четырех этажей и соответственно посмотрите какой большой двор достаточно уютно потому что у нас вот такое расстояние во дворах обычно в объектах которые на порядок друзья выше а здесь есть газ я считаю что газ это тоже плюс газ это здесь отопление и горячая вода значит и видим управляющая это приехали видно камеры монтируют и еще что-то давайте пройдем к счастью к соответственно первому вот не знаю такое ощущение что не пройти да он здесь вот такая стройплощадочка еще а друзья нет мы с вами были в доме который получается нет не крайне вот он получается крайне да вот здесь смотрите у застройщика травы накидали но она не взошла вот он семян целая куча сделали вот такие дорожки поставили соответственно камни чтобы это было красиво странно что не сделали никакие диагонали потому что люди срезают и где-то что-то не перетопчет пошли смотреть вот то что они не так давно сдали ввели в эксплуатацию очень очень интересно вот они терраски впереди мы с вами видим здесь небольшое количество людей поэтому в принципе наверное это уместно он ведь как травка классицы свежевыращенные посад смотрится неплохо местами его конечно не мешало бы отмыть где торчат провода подключить что-то камеры еще что-то на цоколь обычный искусственный камень стирас прикольно что не просто на земле а вот обратите внимание здесь еще и плита залита бетонная проверим тут открыто закрыто закрыто провода висят знаете такое ощущение что в этот в эксплуатацию ввели как обычно достроить забыли ну а тут видим цоколь намокает она ведь какой темники тут тоже провода торчат ну чё-то как-то тут они так не особо то постарались блин линии электропередачи лэп аж гудят слышно тут немножко что-то сыровато непонятно то ли дождик косой попал то ли еще что-то а тут травка колосится красота здесь я так понимаю дорога будет с правой стороны надеюсь до зимы сделают двор здравствуйте вы мне здрасте я гражданин российской федерации а где вот не видно а где бэдж где охрана у вас форма вы закона федеральной читали об охранной деятельности в данный момент не давайте карточку посмотрим вашу карточки нет у вас не русовой ну так до свидания тогда так вот так выглядит у нас друзья двор обратите внимание что неплохо хорошее оборудование стоит для детей скамейки что открыто значит можно счет вы потому что открыто вот можно и пройти из плюсов конечно друзья обратите внимание что малоэтажка смотрится реально классно вот то что вот они крайне поздавали как раз вот за счет вот этих треугольных конструкций сверху знаете как будто крыша там дальше идет сделали молодцы прикольно из-за зеленения здесь только трава и в принципе все большему здесь ничего с вами не видим двор неплохой набивное покрытие есть вот что тут видно кучки собрали на дальше поразметают мусор уберут чтобы плиты перекрытия балконов и хотя бы окрасили то смотрелось бы прикольно также в белый бы цвет покрасили там вот этот розоватый было бы на самом деле интересней входные группы не подписаны понимаем что это вход только из-за того что здесь есть визит окна темного цвета они кстати дороже чем классический белый сус ну прикольно неплохо тем более учитывая стоимость же я как вам уютный дворик знаете чем-то немножко напоминает зеленый квартал или квартал как правильно есть такое да без деревьев конечно деревьями было бы интересней это вам мне нужно какое должно быть разрешение на основании чего на на основании чего ощущения вот это вот мне не основание еще закон какой-то приказ что да здесь снимать нельзя нельзя кто запретил но вот смотрите вы говорите вам начальник запретил вы не снимайте потому что вы на него работаете он соответственно платить зарплату не он платит зарплату я на него работаю на основании чего я здесь не могу ходить снимать на камеру на основании какого закона почему раньше не разрешали фотосъемки фото и видео съемка разрешена у нас везде на территории всей российской федерации вы сейчас хотите нарушить мы конституционные права уверены в этом ну тогда для чего мне подходите что-то говорите я себя был бы вашим сотрудником я бы конечно же бы получая зарплату от вашей компании бы делал бы то что мне за что мне платить деньги я никуда не пойду я никуда не пойду я с вами не привлекаюсь а ему у нас с вами диалог вы мне говорите что нельзя снимать запрещено я говорю на основании чего какой закон какой закон не запрещает здесь снимать я вам еще раз говорю какой это запрещает начальство то есть ваше начальство какой-то ложки высшая конституция российской федерации это еще еще не сдано как не сдано вообще вы получили разрешение на вот в эксплуатацию вот этого дома вам его выдали где это строй где написано об этом у вас там все открыто где у вас не вывески ничего стройплощадки у нас должны быть закрыты здесь экскаватор и все моя откуда знают ни ко мне вопрос ну и что что они ходят ну пусть они ходят я тоже здесь хожу ну пусть работает у людей своя у меня своя работаешь блогер я вот хожу все обозревают приехал сюда обозревать где она закрыта там открыто вот я подхожу она открыта там написано если бы она была закрыта тогда или написано там уважаемые граждане здесь с еще стройплощадка типа заходить нельзя все вопросов нет как этого же написано сушки меня это мало интересует потому что я вот сейчас приехал и у меня на камеру зафиксировано что там ничего нет ни здесь нет ни вот здесь нет ничего нигде ничего нет руководство ребят хорошего мне а вот мужчина видите в красной каске к нему подойдите он тоже ходит а если я каску одену белую я тоже буду строитель почему не один у меня есть каска у меня даже светозащитная жилетка есть и специальные обувь для стройки верю а зайдите на зайдите на сайт министерства строительства российской федерации и увидите что вас полностью комплекс введен в эксплуатацию получено разрешение на ввод соответственно после того как получает застройщик разрешение на вот в эксплуатацию то дом пригоден для проживания нахождения в нем граждан у вас здесь поэтому видите все я открыто у вас уже госкомиссия прошла здесь а то что вы такие ребята классные после того как вы ввели в эксплуатацию еще здесь пытаетесь что-то достроить вас здесь он провода оголенные висят в лучшую поэтому вопросу разберитесь хотите ходите со мной мне так даже будет уютно хорошо у вас какие-то аргументы страны у вашего коллеги по поводу штукатуров напротив с вами видим частный сектор получается зал и и соседнее здание смотрится тоже друзья красиво окна мне нравится что очень большие плитка под кирпич ну вот конечно трехэтажный пантус они нормально слушайте здесь всего лишь один заезд нормально пойдет а впереди с вами вот видим то что мы проходили такое понимаю променад дальнейшем будет прогулочная зона приятно что деревья есть вокруг комплекса до травы то накидали накидали семян ночью ты как-то так террасы здесь открытого типа а у здесь видим кто-то себе по зашивал чтобы не видели на что там внутри а здесь делали аналогично а вот они тут электричество вывели что-то здесь наверное будет возможно елочку посадят на новый год возможно будут мероприятия какие-то проводить деревьев как маловато на территории можно даже сказать что их просто здесь нет который конечно дома сданы чуть раньше здесь вот какие-то деревца видны они видны их сажали ответы такие с такими красивыми макушками симпотно смотрится так у спортивная площадка столы с теннисом зону для отдыха где можно посидеть велопарковка видно что здесь живут люди и причем практически во всех квартирах цветочки поставили на балкончик а балкон то кстати друзья балкон то знаете такой балкон тут глубина больше метра то есть нормально приемочек ну ничего себе смотрите даже здесь просто огромнейший вот внутри в центре кадра отверстие куда уходит вся влага ржавчина есть немножечко но так как это эконом наверное нормально дворовая территория парковка вот деревца до красивенько смотрится ремонты видно еще идут вот принципе наверное все счастье а для меня основной плюс то что это малоэтажное строительство малоэтажное жилье здесь небольшое количество людей это большой плюс и в самом федорском живет очень немного людей поэтому конечно мне нравится как знаете немного людей когда нет таких толп как в станции метро а ну ничего себе что при покупке это трешки кладовочков подарок здесь кладовки есть ничего себе и парковки есть и кладовки есть ничего спустимся смотрите нормально ну знаете вот ощущение что здесь просто большая яма глубокая и вот вода затекла и соответственно потом она испаряется а вот мы с вами друзья и доехали до жилого комплекса счастье это таунхаус обратите внимание закрытой территории везде написано что здесь гуляют дети водитель сбрав сбав скорость и вот это друзья стоит дорогого не пройти не проехать без пропуска и звонка собственника вот так должно быть в каждой новостройке а кто-то конечно своих таунхаусах сделал просто шикарнейшие озеленение обратите внимание у кого-то это смотрится всего немножечко попроще но конечно приятно что это двухэтажные здания и конечно приятно то что здесь очень небольшое количество людей ну вот если посмотреть да вот например вот здесь не знает на первую очередь у них была по сдаче по воду в эксплуатации двухэтажными домиками то здесь мы видим что и озеленение и какие-то яблоньки елочки сажают впереди мы с вами видим знать уже намного все проще да ну при этом хорошая двухкомнатная квартира здесь у всех по планировкам первый этаж это прихожая большая кухня гостиная и комнаты на втором соответственно жилом это же сверху видим грибки для вентиляции межпровельного пространства полагая там утеплителя чтобы люди не замерзали но окошки конечно маловатенькие хотелось бы чтобы они были как счастье 20 но это уже все построено введено в эксплуатацию так что навряд ли мы с вами получим что-то другу и да таунхаусы конечно здесь вот кто озеленением занимается там видно и зону барбекю себе сделал конечно намного красивее смотрится нежели чем у тех у кого ничего нет но озеленение когда у тебя свой дом и он свой таунхаус это конечно если не сделал дни делать застройщик у него этого не было то делайте это вы сами детская площадка набивное обычное покрытие такой найти мелкий мелкий камушек горочки разные производства так сил могу полагать а в ленобласти у нас это делают здесь пекарня ничего здесь есть пекарня значит есть кофе на улице очень холодно плюс 5 наверное я продруг пока ходил ходил так не так долго были смотрите как круто сделано подъехал остановился на летней аллее и со своего домовладения таунхаус владения взял соответственно почту так сколько должников 153 420 сушки да неплохо как неплохо продуктовый здесь есть магазин фасоль в отличие от очереди 2.0 жилой объект не перевести в коммерческий так фасоль кулинария пекарня вот это кстати молодцы что построили он ведь и 2.0 отсюда видно ну конечно крайне до очереди симпотно очень смотрится так пошли в кулинарии кофе выпьем поднимается в кулинария здесь мы эти фотографии с прошлого как все это выглядело раньше молодцы сохранили историю в общем я так замерз что поднялся на второй этаж а тут то что было написано выпечка и кофе зашел взял выпечку кофе блин смотрю у них там еще поесть можно ну и перекусил сразу теплее так стало хорошо ну и взял с собой немножечко кофе и хлеб обожаю хлеб который пекут сами они в магазине обычно заводской который видим что на балконах деревянная граждающая конструкция видим что есть газ многих обратите внимание как круто все сделано такие пристроечки здесь тоже почтовые ящики видом управляющая компания ходит убирает на ответе где-то кто-то молодец вот так взял сделал себе и все по красоте до цвет тауна кстати если бы он был бы знаете какой-то ну другого цвета к примеру вот какой здесь да вот где кофе с молоком такой желтый коричневый смотрелось бы поинтереснее ну вот эти цветные дома на река конечно когда солнце когда они пасмурно санкт-петербурге все это смотрится намного интересней намного веселей особенно когда кто-то ох как хлебом то пахнет свеже испеченным когда кто-то еще сажает различные делает очень своего маленького участка зеленения то это конечно все круто значит напомню что таунхаус это один большой дом грубо говоря это часть ну в общем квартира в таком малоэтажном доме с небольшим участком земли при этом у нас по документам вот этот весь участок земли это не каждого там из жильца это один общий понятно что сосед к соседу ставить автомобиль навряд ли будет из плюсов конечно что всегда есть парковка но не сказал бы что знаете как то вот здесь у меня такой положительные чересчур впечатления чтобы я такой ух сказал круто как здесь вот где многоквартирные дома мне там понравилось чуть больше нежели чем здесь конечно основной плюс это газ потому что здесь газ люди жгут для обогрева для отопления это недорого по сравнению с классическим отоплением смотри даже интековский бассейн тут мангальная зона красота так но здесь видите все одинаково особо смотреть больше нечего ремонта здесь у людей разные все передавалось черновой отделки мы сейчас заедем в центр федоровской прогуляемся и посмотрим как там живут люди и что в принципе там есть а потом поедем обратно и посмотрим как вообще отсюда можно выехать днем видите улице кленовая значит здесь вот это клен растет а самое конечно основное это из плюсов что здесь чувствуешь себя намного уютнее и комфортнее нежели чем когда это большие многоэтажные дома потому что всех соседей ты знаешь может быть не знаешь всех по имени но в лицо ты точно знаешь всех плюс здесь сами бегают дети играют и ты соответственно не переживаешь что кто-то сюда посторонний может пройти потому что у тебя один вход в выезд где есть охрана и видеонаблюдение охрана здесь никого не пропускает если к жильцу приехал курьеру здесь есть приезжать вот доставки в албери сазон яндекс в общем все на свете продукты питания сюда привозят потому что здесь во федоровском все есть и все достаточно близко то нужно соответственно самому звонить для того чтобы открыть шлагбаум по другому дни проехать и это я считаю правильно мы с вами практически в центре федоровского квартиры стоят однокомнатные от трех с половиной миллионов рублей на вторичном рынке здание администрация развивается российский триколор и впереди мы видим с вами такую торговлю небольшую и вот это все машины это в санкт-петербург вот в ту сторону московская трасса московское шоссе да здесь конечно очень много зелени городок такой транзитный обратите внимание вот ты идешь вокруг клен это да если не ошибаюсь и вот у тебя красивые деревья кустарник березки тропинка такая красота переходить дорогу нужно через оживленную трассу спасибо здесь и магнит и пятерочка и все то к чему мы с вами привыкли и вот такой мини рынок давайте пройдем прогуляемся посмотрим вот тоже малость но приятно то есть когда ты идешь с ребенком который в коляске а так и раз и проехал и еще не нужно поднимать и даже брусчаточка есть пешеходный переход так ну что старые давайте посмотрим старые домой пойдем дальше вперед пройдем голуби на крыше греются тропиночка такая протоптана советские пятиэтажки из кирпича а такими проектами застроена боль достроены большие территории приямок еще деревянная дверь еще неделю что советских времен отмазка из бетона обычные вот такие входные группы такие дома что в центре города есть что на окраине вот с такими балкончиками немножечко прохудившимися но зато большое количество зелени что лично меня радует и большим обратить внимание вот какое раньше было расстояние между домами вот один дом я не знаю метров наверное 70 минимум метров 100 наверно прилично а не знаю правда или нет но когда я был маленьким то у нас ходило следующее что расстояние между домами делали на тот случай если будет война и дом попадет бомба что если он упадет то он не заденет рядом который дома вот если пятиэтажка то это пять этажей туда не знаю правда это или нет но очень было похоже на это с настройками современными конечно совсем другая история берут минимальное количество которое возможно и штампуют эти дома что продать как можно больше квартир а вот эта шоссейная улица которая была которая очень оживленная потому что все едут в сторону санкт-петербурга и санкт-петербурга вот обычное советское здание такая длинная пятиэтажка из красивого белого кирпича почта россии и другая здесь коммерция обратите внимание что есть каршеринг то есть обычный город точно такой же как санкт-петербург вы видите совет депутата федоровского городского поселения вал перес большое количество зелени площадь скажем не такая-то и большая у федоровского но при этом плотность населения минимально а времени пол второго обратите внимание просто практически не души а потому что здесь живет чуть более шести тысяч шестиста человек на 2020 четвертый год обращаю внимание что здесь раньше был совхоз для жителей и работников совхоза возводились вот эти петаль пятиэтажки обратите внимание вот даже на фотографии сверху видно какое огромное расстояние какая большая аллея какие широкие дороги для совхоза ну и соответственно здесь было свое время деревушечка из деревушечки здесь остался частный сектор вознесенский храм основная достопримечательность пошли смотреть вот с моего места обратите внимание что до станции метро московская ехать на автомобиле 51 минуту на общественном транспорте 1 час 29 минут и это сейчас друзья потому что он обратить внимание времени 13 часов 27 конечно здесь намного интереснее это железнодорожный транспорт знаете хоть это и поселок но обратите внимание что достаточно-то все ухожено листики нападали но все понятно с асфальтиком конечно немножечко беда но вот есть плиточка которая смотрится красиво знаки но чтобы уехать на электричке нужно доехать до павловска это ближайшая станция а не знаю как вы но и мне очень нравится и мне импонируют вот такие небольшие городки потому что здесь а знаете такая более простая жизнь при этом малонаселенность малоэтажность все в шаговой доступности везде ехать 5-10 минут и для меня конечно это большой плюс а вот кажется знаете такой обычный двор ничего здесь такого но были знаете он такой родной потому что в мое время вот они принципе все такие были советская карусель уже современная качель современное оборудование песочница которая закрывается куда кошки и собаки не писали никак или и от дождика вот такая качели чко но конечно в наше время не было ни заборов не было ни у таких резиновых современных травмобезопасных покрытий и вот мы вот так бегали среди деревьев сломал палку и играешь с друзьями войнушку и тебе только кричали андрей домой кушать этого побежал помните вот то помнят напишите об этом вот друзья чего не хватает современных новостройках и в современных районах это большого озеленение где ты чувствуешь эту природу они как-то рисуют красивых картинки а по факту пока это все вырастет может быть теперь уже и не будет и и тебе их может быть это уже и не нужно а вот он и местный храм местные прихожане говорят что он раньше был намного меньше и сейчас его расстроили вот она и вывеска храм вознесения господня поселок федоровская вот смотрите у них даже свой колодец есть а увидела такую башню сделана башня из блоков здоровенная поставлена металлическая дверь не честно вообще непонятно для чего что это она все закрыто смыть какая арматура в блоках было интересная конструкция непонятно только для чего она прям возле школы хожу по федоровскому смотрю вот смотрите еще один двор тоже вот это ну такое ощущение могу полагать что так силовского производства но твете не какая-то была программа что они выделили деньги сделали вот такие нормальные дворы скамейки вот с таким навесом что дождика пока дети бегают играть можно посидеть от снега от ветра и всего остального большое количество учебных заведений на такой маленький поселок понятно что советское время здесь работало большое количество людей и понятно что у них были дети этим детям нужно было где-то учиться чем-то заниматься поэтому здесь за счет советской инфраструктуры даже до сих пор всего хватает и парковки даже есть и вот впереди видим это вот обычная хрущевка вот она видите ее облагородили а сделали технологию мокрого фасада утеплитель штукатуре ли уже дом смотрится совсем по-другому так пойдем к шоссейной пройдемся по ней посмотрим на движуху посмотрим времени без 18 2 напомню друзья сегодня 10 октября четверг две тысячи двадцать четвертого года а за деревьями видим еще один двор и там тоже нормальная детская площадка не в каждом дворе санкт-петербурга есть вот такого плана площадки а здесь есть федоровская сельское поселение а вот такие проекты я понял вот такого плана дом есть на ваське мне очень нравится что в двухкомнатных квартирах вот здесь у них такой классный угловой балкон и широченные окна очень интересная и такая скажем даже по нынешнему времени современная планировка с раздельным санузлом двухкомнатной квартире но конечно балкон такой подкупает видите вид на две стороны вот этот спуск я друзья вам уже показывал обратите внимание вот нормальный спуск для коляски и здесь также и здесь вот знаете может быть раньше была тропинка но сейчас везде асфальт смотрите как здесь приятно идти и вести ребенка в коляске и заходишь вот это такая арка известную красота я мажора прямо павловск налево до павловска на машине буквально 15 минут возможно даже и меньше он на общественном про транспорте ехать его достаточно ну дольше в несколько раз потому что он везде будет устанавливаться высаживать и забирать пассажиры продуктовый магазин еще один вот пятерочка кстати напишите друзья в комментариях нужно или не нужно показывать стоимость на различные повседневные товары когда я делаю обзор в населенных пунктах вне территории санкт-петербурга нужно ли показывать что знаете было понимание здесь все-таки дороги тоже цена либо аналогично как и в санкт-петербурге а из плюсов то что здесь еще рядом с федоровским проходит платная дорога м 11 и пример вот именно отсюда до лахта центр на своем автомобиле по платной дороге вы доедете за час двадцать час 35 ну представьте друзья какое расстояние с юга ехать в сторону севера на в приморский район то есть прилично до центра примерно получится около пятидесяти минут час но естественно все будет зависимости от времени когда вы решите отсюда выехать отходим чуть дальше дороги и видим уже прекрасный частный сектор озеленение становится уже намного тише намного приятнее вот за что я люблю небольшие городки потому что здесь преобладающие большинство это все-таки частного сектора нежели чем многоэтажного многоэтажной застройки да и многоэтажный назвать здесь тяжело потому что советская застройка она всегда была малоэтажной здесь высотность максимально это пять это же и вот вот она друзья смотрите вот она прекрасное поле капустное красивое какое ну зато пока потихонечку мы с вами едем можно рассмотреть борщевик посмотрите видите м11 мы сейчас будем проезжать м10 вот она три километра до поворота три километра вот такой вот такого плотного движения дорога к выезду на московскую трассу достаточно прикольно видите обратите внимание что такая здесь старая деревушка но если его такие современные дома он все красное еще два километра толкаться вот потихонечку в таком плотном потоке но находятся жулики которые по встречке обгоняют и подрезает весь ряд для того чтобы быстрее проехать не делайте так пожалуйста это во первых очень опасно и и очень плохо для всех участников движения еще из интересного что видите навигатор показывать налево то поворота нет и чтобы заехать в город только нужно направо а там развернуться вот сейчас подъедем посмотрим так это или нет или алиса ошибается времени 14 часов 33 минуты не сказать чтобы я долго ехал мы ехали плотно но все ехал загорелся зеленый и мы проехали то есть как бы я думал что будет хуже по факту все намного лучше но это день это не час пик но ответьте указатель до санкт-петербурга 18 километров до пушкина 10 до тосна 21 0 и москва 610 650 вот она впереди где светофором московская трасса сейчас будем смотреть внимательно если поворот соответственно налево или его нет и только здесь на право так движение только прямо да здесь только направо идти на разворот на самом деле считаю что очень правильно сделали потому что раньше там можно было поворачивать налево и там просто было трындец какая пробка и были постоянные аварии но теперь только поворот направо и дальше на разворот это считаю сделали очень правильно и своевременно наверное понятно что когда в питере осенняя погода небо затянуто свинцовыми тучами и идет мелкий дождь восприятие любого объекта любой новостройки частного дома города она будет конечно не такой яркой красивой когда это будет лето солнечный красивый день а федоровская достаточно интересная конечно здесь есть момент того что он такой проездное большое количество транспорта проходит через него добираться до города все-таки на своем автомобиле даже по платке там час там полтора часа только в одну сторону ну это прилично но с другой стороны многие из санкт-петербурга тратят такое же количество времени на общественном транспорте понятно что это дольше здесь либо вариант до павловска доезжать и ехать на электричке ну там тоже витим электричке 40 минут до электрички еще 40 минут те же в принципе полтора часа то и более потому что еще нужно везде ходить пешком жилой комплекс счастья 2.0 мне концепция понравилась но для меня единственное но это знаете пустовато не хватает вот этого зеленения не хватает не знаю каких-то прогулочных зонди и скамеечки побольше но чё-то такое сделано знаете с душой для людей чтобы было приятно возвращаться домой и походить потому что оттуда там дойти некуда если в первом счастье хотя бы мы с вами точно знаем что есть там и пекарня можно и покушать есть кафе то в счастье 2 пока нет ничего и там нет коммерции я даже не знаю что там будет дальше потому что а либо нужно какой-то будет на эти ларечки на кисать чтобы хотя бы кофейку попить либо надо куда-то ехать но зато скажем в очень доступной езде сколько получается я ехал пять минут наверное если не меньше до центра федоровского где кипит жизнь уже больше людей больше транспорта ну и больше всего остального но друзья когда смотрите вот стоимость квартиры да то что у них там от четырех миллионов 700 тысяч рублей но это черновая отделка чистовая отделка это получается 6 700 за 6 700 можно уже купить в санкт-петербурге на окраине либо соответственно в области и добираться до своей работы до того места куда вам нужно ехать будет но быстрее и комфортнее но и все-таки понимаем что ног с 1 10 но единственное что конечно это такой локальный городок 4600 человек это совсем небольшое количество здесь спокойно гуляют дети сами ходят в школу сами уходят из школы домой прям как советское время никто ничего не боится потому что очень маленький городок нужна помощь с недвижимостью обращайтесь помогу продать и помочь выбрать друзья рад был вас всех видеть обязательно поставьте лайк не ставьте дизлайк подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео а я с вами как обычно не прощаюсь а говорю до скорой встречи а Субтитры подогнал «Симон»!